Какие у вас эмоции сейчас преобладают в душе? Преобладают, мне кажется, опустошение, потому что сегодня такой был сконцентрированный день. И всё-таки произвольная программа, она, наверное, как-то даёт больше ответственности, потому что наша произвольная программа, она нежная, лёгкая, и здесь, конечно, немножечко другое, здесь не на разрыв. Поэтому, наверное, опустошение и радость от приобретённого опыта. Довольны выступлением? Да, мы в целом довольны, и, конечно, мы расстроились из-за небольшой помарки, будем смотреть, что именно там произошло, потому что это не супергрубая ошибка, но, конечно, хотелось бы, чтобы её не было. Но, повторюсь, от начала и до этого элемента хореографического, мне кажется, у нас получилось всё, и мы даже с каким-то пониманием ехали в программу, что у нас получается что-то чуть лучше, чем на предыдущем старте, чуть лучше, что мы наработали для этого времени. Если в целом итог подвести, шестое место на Олимпиаде, это, ну, для вас хороший результат? Если посмотреть в целом на все игры? В целом, для нас, я думаю, что результат здесь не особо такого значения имеет. Для нас очень важен опыт, который мы здесь получили, и важно то, что мы прокатали очень хорошо программу короткую, и мы прокатали, практически докатали очень хорошо нашу произвольную программу. Просто обидно из-за такой глупой ошибки, просто искренне обидно. Вот, но во всем остальном, я думаю, что мы довольны собой, мы улучшили многие моменты, и я думаю, что мы молодцы, наверное, если можно так выразиться, я думаю, что мы можем себя похвалить чуть-чуть. Какое, Санечка, тогда себе поставите? Да дело не во ценности, а дело в ощущениях просто. Вот, и мы безумно счастливы, что это наш не последний сезон, и мы очень рады, что у нас есть то, над чем мы должны работать, то, над чем мы можем работать. Мы безумно рады, что мы можем улучшаться, улучшаться, улучшаться. То есть у нас нет такого какого-то предела, мы еще молоды, то есть у нас есть очень много моментов для развития, и это очень радует, потому что хочется действительно быть лучшими. Атмосфера здесь довольно в необычных условиях проходит, проходят игры. Как вам вообще, в зависимости от атмосферы, потому что в залифере не очень много, на трибунах. Честно говоря, хотелось бы сравнить с другой Олимпиадой, когда были бы зрители, но это все-таки наша первая Олимпиада, вот, и нам понравилась атмосфера, нам очень понравилась атмосфера, она заряжает, она такая немножко необычная, вот, и здесь прекрасно. Да, известно, что хотелось бы, наверное, всем хотелось бы зрителей, больше зрителей, больше поддержки, больше аплодисментов, криков какие-то. Это всегда заряжает, это абсолютно всех, мы не исключение, вот, а так в целом здесь очень приятно, очень комфортно. А кого выступаете рано утром? Мне кажется, это очень, ну, довольно необычное время. Да нет, на самом деле отлично, и на тренировки даже ранее мы в очень хорошем состоянии вышли, то есть абсолютно как-то, просто единственное, перерыв был такой небольшой, ребята даже не уезжались как-то, мы уехали там буквально на часик, вот, а такое редко достаточно случается в практике, вот, но бывает. Вот, единственное, это было такое нестандартное здесь, а так, в основном, все в одинаковых условиях, поэтому не могу сказать, что мы себя как-то плохо чувствовали, все было вообще прекрасно, и на тренировке, и на разними. То есть перерыв между тренировкой и стартом? Да, перерыв между тренировкой и стартом получился у танцоров такой небольшой совсем, это редко просто. А то, что ритм-танец вечером, а произвольный утром, у нас же был выходной, ну, как бы, честно, просто мы на это не особо внимания обращаем, потому что, ну, такого расписания мы должны обязаны подстраиваться, поэтому все прекрасно. В целом, как Олимпиада, успели, может быть, в выходной куда-то сходить, посмотреть другие виды, может, на связи? Другие виды, к сожалению, пока что не успели посмотреть, но успели купить всякие сувениры, подарочки для наших ребят, для тренеров, для семьи, вот, чуть-чуть какой-то памяти для наших, вот, поэтому. А вот, получается, что вы говорите, что, ну, нормально себя чувствовали, то есть ставка, то, что вы прилетели позже, чем другие, она сработала, можно сказать? Ну, я не могу сказать, сработала она или не сработала, мы прилетели, как на обычные, обычные соревнования, это неплохо и нехорошо, то есть у нас был определенный план, вот, и... И мы его придерживались. Да, да, вот, и как бы, все. Это ваша непоследняя Олимпиада, уж такой вопрос. Нет, это не последняя, и поэтому я еще раз повторюсь, и у нас, для нас очень радостно, что нам есть куда расти. Чемпионат мира. Планируете участвовать?